Движение Искателей Бога представляет Собраны здесь, чтобы молиться за Армению. Вчера здесь было очень сильное учение, то есть пророческое учение о том, что Бог готовится делать в Армении. Что Он ожидает от нас? И было семь пунктов. Знаете, дьявол хочет опустошить эту страну. Только за этот месяц из нашей церкви 80 человек уже покинуло страну. На самом деле, если это в нашей церкви, то представьте, из мира сколько людей ушло. И вообще верующие — это самые такие люди, которые исполнены верой и надеждой. Но если уже они потеряли надежду... Знаете что, здесь проблема не совсем экономическая, а это проблема, которую приносит дьявол. Я спрашивал грузинов и людей, которые живут в других кавказских странах, в Владикавказ, например, в других местах. У них есть вообще мысль о том, чтобы оставить свою страну и уйти? Он просто сидит в доме, и у него приходит мысль идти работать в какой-то другой стране. Знаете, экономика та же. Ничем не отличается экономика там. У них вообще нет этой мысли. Они говорят, да нет, вообще не приходят на ум. Я спрашивал примерно 15 разных грузинов. Вы вообще думаете о том, чтобы уйти? Они говорят, нет, у нас никогда не приходят такие мысли. Из 15 армян, которых я спросил, 12 сказали, мы хотим уйти из страны. В чем причина воздубленная? Экономика та же абсолютно. И климат тот же. То есть солнце тоже, все тоже. Почему из той страны они не хотят уезжать, а отсюда хотят? Причина в том, что дьявол не хочет, чтобы эта страна оставалась стабильной, чтобы она смогла исполнить волю Божью. То есть, чтобы она не смогла исполнить. И мы должны разрушить влияние дьявола воздубленной. Сегодня в руках наших правительственных чиновников есть деньги, которые они не позволяют, чтобы они стекали к людям. В этой стране каждый человек должен получать свою часть. Вчера я сказал, как-то раз Ной отпустил голубя, но этот голубь не вернулся. Знаете, Слово Божие было, чтобы тот человек, который вошел в эту страну, он больше не возвращался и не уходил в какое-то место. Я хочу молиться, чтобы каждый армянин имел лишение вот этого голубя, что они есть в этой стране, и чтобы они больше не хотели уйти из этой страны. Брат Рубик сказал одну интересную вещь, что духовный туризм, это уже 15 лет, как мы молимся об этом, что люди будут приходить сюда, чтобы видеть человека. Почему я говорю «человека»? Знаете, когда человек меняет свой пол, это уже не человек. Потому что Бог создал мужчину и женщину. И кроме этого больше ничего и нет. И это называется «человек». Это библейский принцип. И также придут сюда, чтобы увидеть людей, исполненных верой. У нас на самом деле нет что-то такого особого, чтобы показать, но мы можем показать свое духовное состояние. И мы должны продолжать молиться. Интересно, вот то хождение в церковь, о которой... То есть, извините, тот час, в котором он сказал, что они молятся до 7 с половиной, они когда заканчивают, мы начинаем молиться. И все это должно продолжаться. Служение молитвы. Давайте верить, что в скором времени, в ближайшие 5 лет мы возьмем наш стадион футбольный для молитвы. Знаете, не просто для евангелизации, но именно для молитвы, потому что число спасенных умножится. Голубь сошел в эту страну. Знаете, это пророческий. Ной отпустил голубя. И знаете, какое было решение у голубя? Больше не возвращаться к Ною. Знаете, что было у Ноя? У Ноя была еда, пища, обеспеченность, другие животные. Очень большая обеспеченность и безопасность, но Ноя когда отпустил голубя, голубь больше не вернулся, потому что голубь избрал эту страну, ту страну, в которой мы находимся. Я иду по пути этого голубя, и мы должны молиться за нашу страну. Подумайте на минуту. Грузины, ни один грузин не думает о том, чтобы уйти из страны, потому что, хотя экономика та же, но армяне думают. Знаете, почему это так? Потому что дьявол не хочет, чтобы эта страна осталась, потому что эта страна находится в воле Господней. Я прочту Иемия 51, 27, стих, которым мы живем. Иемия 51, и Продолжение следует... Поставьте вождя против него, но видите коней, как страшную саранчу. Сейчас приходит время Антихриста, и эта страна будет страной, куда люди будут бежать, где праведники будут жить. Во всей Библии мы можем это видеть. И написано, как вчера говорил брат, армяне в это время станут рядом с Господом. Говорится, что царство Арата, Мини и Ашкеназа, это три царства находятся в одной территории, где исторически была Армения. И говорит, поднимитесь против Вавилона. И говорится, что так много, как саранча. Знаете, когда я прочел этот стих, конечно, я помню этот стих. Но я начал изучать саранчу, потому что здесь написано о саранче. И если они захотят, они могут и поезд остановить. Они могут остановить, если захотят. Потому что они просто, несколько миллионов из них, они просто придут, они встанут, и миллионы из них умрут, но они остановят, потому что они едины. И они действуют и идут вперед едино. И когда Господь хотел наказать Египет, он поднял саранчу. Мы должны поднять вот столько служителей и миссионеров. Каждый член церкви должен стать служителем. Не то, что идти в другую страну и сказать, нет, здесь хорошо, мы здесь можем служить Господу, но служить Господу в этой стране. Мы просто распространим вчерашнее учение. Вы увидите, как важно оставаться здесь. Это духовно возлюбленные. 80 людей за один месяц только из нашей церкви, они эмигрировали в другие страны. Знаете, какие люди они, многие из них были, что на них можно было опираться. А это были духовно сильные люди. Но знаете что, они уехали. Мы стали слабее. Но мы снова станем сильнее. Но это проклятие должно остановиться. И сейчас я приглашаю вас для молитвы. Я хочу позвать сюда братьев, всех братьев. И мы помолимся за Армению. О пробуждении Армении. Эта страна принадлежит Господу. И на самом деле, армянской церкви, мы очень едины друг с другом. И мы стоим друг с другом. Дьявол не войдет сюда. Знаете, если мы вот так стоим вместе, то есть вот так, здесь нет места, и мы хотим вот так окружить Армению, и это пророчески. Это когда мы в церкви, мы бы стояли вот так, то любой мог бы войти и выйти. Но мы, все верующие, вместе, мы должны встать вот так за свою страну. И ни один демон не сможет проникнуть. Сегодня в духовном мире мы стоим против дьявола. Давайте все встанем на ноги. Мы будем молиться за Армению. Давайте просто сейчас будем молиться на языках. Аллилуйя, Господь, мы благословляем Армению. И прямо сейчас мы соглашаемся. Каждый из нас в этом зале. Каждый телезритель. И мы приглашаем тебя, Дух Святой. И злейся. Посети своей милостью. Открой небеса. Пошли свою защиту. Свою благословение. Мы встанем тебе, Господь. Помилуй нас. Прости наши грехи. И злей на нас милость свою. И ково-логомучуна тапи. Дух Святой. Мы соглашаемся. Мы соглашаемся. И все вместе говорим, «Излейся». Скажи ему, «Излейся». Скажи, Дух Святой. Я приглашаю тебя. И злейся на Армению. И злейся на мой дом. И злейся, Дух Святой. Скажи ему, «Мы соглашаемся, Господь». И в один голос мы приглашаем тебя. И в один голос мы приглашаем тебя. И злейся, Дух Святой. Пошли, цюр, Боги. Посети нас чудесами твоими. Посети знамениями твоими. Пошли, шанеры. Пусть прямо сейчас Дух Бога искание и зальется. Пусть в каждом сердце появится шашка по Богу. Прямо сейчас Скажи вместе со мной Боже, пошли, Дух Бога искание в каждое сердце. Прямо сейчас В сердце каждого армянина В Армении И по всему лицу земли Мы соглашаемся И мы приглашаем тебя, Господь. И мы храбируем кестер. Армения увидит твою славу. Она вся обратится к тебе. Ты влекешь этот народ к себе. И он познает тебя. И он изменится. Небеса откроются. Слава Божья сойдет. Дух Святой и зальется. Перемены придут. Жизнь проявится. Чудеса происходят. Ты нас слышишь и отвечаешь нам. Прямо сейчас Мы благодарим тебя, Господь. И славим тебя, Иисус. И на-ла-ла-ла-ла Let's just lift our voices. Set your eyes to the throne. Lift your voices all over the room. Божий, поднимите ваши голоса по всему залу. Поднимите ваши голоса. Смотрите на трон Божий. Радуга окружает твой трон. Ты милостивый Бог. Ты добрый Бог. Ты милосердный Бог. Ты, Бог, полон благодати. Ты хочешь явить свою благодать и милость, Бог. Мы прочитаем Иоэля 2, 12. Так говорит Господь. Обратитесь ко мне всем своим сердцем. С постом, с плачем. Раздирайте ваши сердца, а не ваши одежды. Вернитесь к Господу вашему Богу. Он полон милости и благодати. Он не скоро гневается. Он благой. Он не хочет причинять зло. Но Он приносит с собой Своё благословение. Давайте поднимем наши глаза. Давайте увидим трон Божий. Отец, радуга окружает Твой трон, и мы стоим перед Твоим троном. Господь, с верующими, которые пришли со всей Армении и со всеми людьми, которые пришли из разных русскоязычных стран. Ты сказал, что Ты хочешь миловать, и Ты ответишь нам. Мы просим, чтобы Ты явил милость на Армению. Мы просим, чтобы Ты явил Свою милость на Армению. Мы просим, Отец, чтобы Ты излил Свой Дух. Отец, мы просим, чтобы пришло пробуждение в Армению. Мы просим, чтобы кровь Иисуса омыла Армению. Мы просим, чтобы Ты открыл небесные окна. Чтобы Ты открыл небесные окна. Открыл небесные окна. Вы освободи Свою милость для Армении. Мы просим, чтобы сотни тысяч людей пришли к Богу. Мы просим, чтобы началось пробуждение в церкви. Мы просим, Отец, для всего, что необходимо. И мы просим, чтобы Ты утвердил судьбу и призвание Армении. Мы просим, чтобы Ты утвердил призвание Армении. Откройтесь ворота и откройтесь в вечные двери, потому что приходит Царь Славы, Господь, и Ви Свою милость на Армению. Славы, Господь, 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 Господь. Славы, Господь, 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 Господь. Мы поднимаем Армению перед Твоим престолом. Ты Господь всех народов, всех семей на земле и на небе. Все они от Тебя. Мы благословляем Твое святое имя. Ты поставил границы для народов. Ты пророчествовал и сказал то, что является их частью. И Ты решаешь их путь. Мы поднимаем Армению, Отец, перед Тобой. И мы просим, чтобы все, что Ты сказал, свершится для Армении. Отец славы! Пошли Свою славу! Пошли Свою силу! Излей Свой Дух! Отец, мы просим, чтобы Ты поднял голос трубы в народах, чтобы Ты поднял знамя, чтобы Ты начинал высвобождать пророческий голос из Армении, и чтобы Ты послал Дух и силу Ильи перед тем, как придет в великий и страшный день Господень, и чтобы Он направил сердца детей к отцам и сердца отцов к своим детям. Отец, начни высвобождать Дух пророчества по всем народам для Армении. начни трубить в трубу, начни собирать армян в своей стране, начни созывать их с Вавилона. И пусть Дух праведности сойдет на эту страну, на эту землю, пророческий Дух. Пусть сердца детей Армении, обратить сердца детей Армении к отцам. Пророческому пути мы просим, чтобы Дух силы сошел на них, Дух откровения был на них. Отец, чтобы невеста в Армении приготовила себя, чтобы она была сильна в Господе и в силе Его могущества, чтобы она встала против всех дел тьмы. Отец, сделай это! Высловите пророческий голос, трубив трубу, пошли Дух пророчества во имя Иисуса. Отец, мы просим, чтобы Армения, она была в духовном мире, как разбивающая вековые двери, как разбивающая огромные скалы. Сделай церковь в Армении сильной, сильной и могущественной, и могущественной, и могущественной, 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 могущественной во имя Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Халилюя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 благословение Абрама праздновать еще раз Аллилуйя Артем Джан Ахоти 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 Let's continue praying Вот наступают дни говорит Господь я восстанавливаю скиню Давидова здесь восстанавливаю скиню Давида и явится слава моя Аллилуйя и верну народ мой священнический как народ Израиля в землю сил и застроят свои города и поселятся в них и заселят сады и будут жить и более никогда не будут исторгаемы из земли своей говорит Господь славим тебя Господь и благодарим благодарим тебя Божия за милость твою за милость народу твоему которого ты избрал который призвал являть славу твою мы благодарим тебя Иисус слава тебе Господь аминь 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 Открой очи их сердца. Открой очи их познания. Очи познания каждого верующего в еще большей мере. Пусть они познают надежду Твоего призвания, и пусть у них в сердце будет полно доверия к Тебе. Я прошу о Откровении, о Твоем призвании для каждой церкви, для каждого служения. Я прошу для каждой семьи и для каждого человека высвободи Откровение о призвании Бога отдельным людям и группам людей. Мы молимся так, как молился Павел. Мы молимся той же молитвой. Высвободи надежду Твоего призвания, ясность, Откровение и понимание для отдельных людей, для семей, для церквей, для всего народа. Я прошу, открой глаза нашего сердца, высвободи действия Духа Святого, и пусть Святой Дух пролется на каждого верующего, каждую церковь, каждое собрание в этой стране и каждого отдельного человека. Я прошу о Духе, Откровении и мудрости сны в ночи. Я прошу Тебя о снах и о видениях Откровения Святого Духа, о написанном Слове. Говори каждому верующему в каждом собрании, в каждой церкви. Я прошу Тебя о сверхъестественных откровениях и сверхъестественной деятельности. Господь, я прошу Тебя, чтобы церковь в этой стране увидела богатство славы Твоего наследия. Согласно Ефесианам 1.18, пусть они увидят богатство славного наследия Твоего, того, что они принадлежат Тебе, того, что они Твое наследие, того, что они Твоя возлюбленная невеста. Я прошу Тебя, чтобы Ты омыл этот народ пониманием славности того факта, что мы являемся Твоим наследием. Я прошу Тебя высвобождать проповеди, песни, представления, которые являют славность, славу того, что они являются Твоим наследием. Пусть они увидят то, что видишь Ты, когда Ты смотришь на них. В севере, на юге, в западе и востоке этой страны. Господь, Отец, я прошу Тебе, и о самых больших церквях, и о самых маленьких, самых слабых верующих, до самых сильных верующих. Пусть они увидят богатство, славы того, что они будут тем, кем Ты хочешь, чтобы они были. Пусть они видят то, что видишь Ты, когда Ты смотришь на эту страну. Пусть они чувствуют то, что чувствуешь Ты, Авва, когда Ты смотришь на каждую церковь и на каждого верующего. Омой их в любви Бога, омой их в славе Божьей. Я прошу, я молюсь, Ефесянам 1,19, чтобы они познали безмерное величие могущества воскресения Божьей. Я прошу, чтобы там, где святые собираются, два или три человека или тысячи людей, я прошу, чтобы они пережили безмерное величие могущества воскресения. Я прошу, чтобы полностью явились дары Духа Святого. И каждый раз, когда собираются святые, высвободи дары Духа Святого. Я прошу, чтобы дары Духа Святого собрали, они действовали, когда они собираются в два или три человека. И я прошу, чтобы ветер Духа Святого явился, когда они собираются в церквях или для молитвы. Я прошу, чтобы Ты восстановил посещение славы Божьей для этой страны. Отец славы, мы приходим с уверенностью. Отец славы, мы просим Тебя сделать это для церкви в этой стране. Я прошу, чтобы слава имени Иисуса вышла в весь Ближний Восток и все русскоязычные страны. Высвободи славу имени Своего Сына во имя Иисуса. Аминь. Давайте просто поклоняться перед присутствием Божьим. Под Бог мы молимся об Армении. Мы молимся нашей стране и стоим за нашу страну, Господь Бог. Как Твое Слово говорит те, которые стоят в проломе. Мы стоим за нашу страну, Господь Бог. Все мы верующие, Господь, чтобы никакой бес не смог паникнуть в эту страну. И приказываем всем бесам убираться из этой страны во имя Иисуса. Мы провозглашаем глобальное освобождение этой страны. Все целое освобождение этой страны от всяких демонических воздействий, от всяких демонических характеров, от всяких демонических систем. Пусть придет сила Духа Господня на эту страну в могущественное имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем духовно сильную страну, миссионерскую страну, люди, которые действительно придут сюда, чтобы увидеть верующих, не потерянных верующих, но сильных верующих. Пусть всякие неправильные учения уйдут из этой страны. Мы провозглашаем сильную страну, сильные церкви, которые врата ада не смогут победить. во имя Иисуса Христа. И все мы в единстве, Господь, в этой молитве, Господь, говорим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! До того, как мы перейдем к остальным молитвам, Борис, он является главным раввином миссианской церкви. И я хочу, чтобы действительно, чтобы он высвободил благословение Авраамова здесь. Господь заповедал так, благословлять Его Божий народ. Астфаць, айсбезэсэс, санхманел, ворушнен, ир жуховурт. Иисуса Христа. Астфаць, айсбезэсэсэсээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Алле-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Алле-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Алле-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю- Деяние 16 глава с 30 стиха. И выведя их вон, сказал, Государь мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса и спасешься ты и весь дом твой. Друзья, давайте продолжать веровать в Господа Иисуса. Давайте продолжать возрастать в этой вере. Иди из веры в веру. И Бог обещает, что если мы с вами будем продолжать веровать, продолжать молиться, все наши близкие будут спасены. Пойдут на небеса. Исполнится дух. Давайте поднимем свои руки. И принеси Господу своих близких, своих родных, своих детей, своих братьев и сестер, своих родственников, близких и дальних. Бог обещал, спасешься ты и весь дом твой. Господь, мы принесем к тебе на руках молитвы. Говорят, мы используем на земной земле. И мы занимаемся к тебе на земле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok